Священная Римская империя была, пожалуй, крупнейшей державой Европы во времена эпохи Нового времени. В этот период такие европейские страны, как Португалия, Испания, Англия и Франция активно осваивали новый мир. Но почему империя, которая была больше их, не колонизировала ни единого кузочка земли? Весомым обстоятельством, который тормозил этот процесс, это, конечно же, раздробленность Священной Римской империи и отсутствие в ней фактической централизованной власти, маленькие немецкие государства отказывались вкладываться в такое, казалось бы, прибыльное дело. Но это было лишь верхушка айсберга. Если бы Священная Римская империя и колонизировала бы хотя бы малейший кусочек, например, Канады, тогда бы маленькие германские республики не смогли бы его разделить между собой по причине отсутствия хоть какой-то причины на претендентство на определенный кусочек земли. Хоть эта империя и была одной из самых больших стран в Европе, она находилась в центре нее, и географическое ее положение, чтобы основать морской флот, было не совсем подходящим. Со стороны Северного моря Священную Римскую империю будет блокировать своим королевским флотом Британская империя. С южной стороны со Средиземного моря флот немецких княжеств будет блокироваться сразу же Испанией и Португалией. Империя предпринимала попытки ослабить своих недоброжелателей сразу же в Европе военным путем, но Испания находилась за Францией, а Британия вообще на острове за пределами европейского континента. Как-то однажды Вольтер высказался о Священной Римской империи следующими знаменитыми словами. Священная Римская империя была не священной, не римской и даже не империей. Казалось бы, хоть эта фраза и парадоксальна, однако она прямо демонстрировала политическое положение империи в Европе. В период позднего средневековья и нового времени из всех немецких княжеств, графств, герцогств, королевств и муниципалитетов европейскими странами была не признана ни одна, что ставило под нет малейшие попытки империи в дипломатии с соседями, чтобы хоть как-то спокойно выйти в мировой океан. В неловкое положение Священную Римскую империю ставило также то, что сам император не имел весомой власти над империей, ее считали недостраной и случайным образованием. Только местные принцы имели право выбирать так называемого короля немцев, который был бы вскоре благословлен римским священником. Это ставило императора всего лишь в титульный статус. К 16 веку европейские гегемонны в виде Британии, Франции, Португалии и Испании уже основательно расположились на предварительно разделенных между собой землях. Священной Римской империи было лишь оставаться наблюдать за процветающей торговлей своих соседей с Индией и Китаем. Такому положению дел поспособствовало падение Константинополя под турками и Великий Торговый Шелковый Путь прекратил иметь свое значение для европейцев. Из-за таких обстоятельств пришлось сколонизировать планету, чтобы по морским путям доплывать до лакомых берегов Индии и Китая. Однако, в разрез того, что вы могли уже подумать о Священной Римской империи, она все-таки колонизировала земли. Правда, у своих заграничных соседей. Например, в 1519 году, когда императором С.Р.И. был Карл V, он за свое правление до 1556 года приобрел следующие территории. Земли династии Габсбургов, Австрию, а также он унаследовал титул короля Испании. В качестве данного правителя он стал самым сильным, влиятельным и мощным европейским монархом. Именно при его короне первые открытые американские земли Христофором Колумбом начали расширяться дальше вглубь южноамериканского континента. Но все-таки, возвращаясь к Священной Римской империи, нельзя сказать, что она владела собственными немецкими колониями. Европейские правители не могли никак вникнуть в парадоксальность устройства С.Р.И. И вследствие этого Франция начала поддерживать чешские восстания в Праге. После неудач в пражских протестах, Франция очень сильно разозлилась на Германию и больше не могла себе терпеть иметь такого неуравновешенного соседа, который окружал почти ее полностью. Эта злоба затаилась на века и пришло время сосредоточенных и решительных действий относительно Священной Римской империи. Франц II. Последний император Священной Римской империи, пришедший на престол в 1792 году. Спустя 12 лет правления, он принял титул императора Австрии. Он стремился стать равным по рангу Наполеону Бонапарту. В 1805 году Франц II учредил создание Австрийской империи, что стало смертельным ударом для Священной Римской империи. В том же году случилась война между Францией и ее союзниками и с антифранцузской коалицией в лице Австрии, России, Швеции и Британии. В сражении под Аустерлицем Вена была захвачена французами. Наполеон создал Раинский союз и пришло время последних секунд Священной Римской империи. 6 августа 1806 года Франц II объявил о сложении из себя титула и полномочий императора Священной Римской империи. Хоть и отречение от престола не было документально оформленным, в Германии уже не было политической воли поддерживать существование имперской организации. Священная Римская империя перестала существовать. В итоге можно сказать, что Священная Римская империя не имела колоний по причине раздробленности княжеств, неудачного географического расположения и недоброжелательных соседей, хотя даже и в фантастическом сценарии сложно представить, что бы творилось в колониях этой империи. Ну друзья, куда вы выключаете видео? Разве вы не хотите узнать о качественном и безупречном канале, как Веритас Винчит? Конечно же хотите. На этом канале вы увидите классные видео об истории, автор всё объясняет кратко и без лишней воды. Недавно у него вышло видео про речь посполитую за 10 минут, и это видео очень разошлось по ютубу, поэтому подбодрите автора канала подписками и просмотрами. Ссылка будет, как всегда, в описании. Ну а на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно, обязательно пишите комментарии. Ну а я пока пойду. Прощаться с вами мне, конечно, не хотелось бы, но что ж поделать. Пожелаю я вам удачи, спасибо за просмотр, до скорого!